Рост российской экономики в 2021 году может достичь 4%, а по итогам этого года составит 1,5-2%. Такие оценки дала председатель Центробанка Эльвира Набиулина, выступая в Госдуме. Глава регулятора отметила, для повышения роста ВВП надо увеличивать производительность труда, улучшать деловой климат и стимулировать инвестиции. Подробнее обо всем расскажет моя коллега Анна Балтина. Она сейчас вышла на прямую связь со студией. Анна, приветствую. Какие еще ключевые экономические показатели сегодня обсуждали в Думе? Здравствуйте. На охотном ряду состоялось заседание трех профильных думских комитетов, а также представителей Центробанка, Счетной палаты и правительства на тему основные направления единой денежно-кредитной политики на 2019, 2020 и 2021 годы. Я напомню, что со стороны Банка России такие направления были опубликованы в конце октября и, соответственно, представлены правительству, президенту и Государственной Думе. И вот в ходе консультации с депутатами в прогноз внесли ряд уточнений, изменений и дополнений. Итак, выступила председатель Центробанка Эльвира Набиулина. По ее прогнозу рост экономики в этом 2018 году может составить 1,5-2%. Рост ВВП может достичь 3% в 2021 году. Необходимо повышать производительность труда и стимулировать, прежде всего, частные инвестиции. Основная же цель денежно-кредитной политики та же – это поддержание инфляции вблизи показателя 4%. Госпожа Набиулина отметила, что ставки по ипотеке находятся сейчас на исторических минимумах и что очень серьезный прирост кредитов для малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, денежно-кредитная политика не может делать все возможное, опираться нужно на структурные изменения. И по оценкам аналитиков Центробанка, действие внешних и внутренних инфляционных факторов с весны 2018 года усилилось, как усилились и санкционные риски. Поэтому ЦБ закладывает базовый консервативный сценарий, который предусматривает снижение цен на нефть. В 2020 году нефть просчитана как 55 долларов за баррель. Почеркну, это только прогноз и прогноз консервативный. Давайте послушаем заявление главы Центробанка, которое касается диапазона, прогнозируемого диапазонной инфляции. В базовом сценарии Банк России ожидает, что годовая инфляция ускорится до 5-5,5% в 2019 году и в 2020 году вернется к нашей цели вблизи 4%. Причинами ускорения инфляции являются перенос в конечные цены накопленного ослабления рубля и повышение НДС. Счетная палата по оценке Алексея Кудрина в оценке негативных факторов скорее согласна Центробанком. И также отмечает, что есть новые факторы, которые влияют на курс рубля, который, как мы привыкли, исторически зависит от цен на нефть. Я предлагаю послушать это мнение. Исторический курс рубля часто всегда был связан с ценами на нефть. Сейчас они находятся на сравнительно высоком уровне, почти удовольствием по сравнению с серединой 2017 года, когда баррель в нефти стоил около 40 долларов. Но, несмотря на это, рубль все-таки слабит. Такое, конечно, случалось и раньше. Но в целом, вот такая разнонаправленность говорит о новых факторах, которые влияют на нашу экономическую ситуацию. Часть это связано и с международной напряженностью, с оттоком капитала, с развивающейся рынок. Из тех рисков, которые счетная палата считает недооцененными, это отход от прежней долевой модели строительства жилья. И, возможно, опять же, по оценкам специалистов счетной палаты, недооценили влияние повышения НДС. И несколько слов о законотворческой деятельности Думы сегодня. Появились сообщения, что группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым подготовила законопроект, который прописывает обязательный контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей и за переводами через операторов мобильной связи на сумму от 50 тысяч рублей. Понятно, что это вызвало большое оживление. Однако инициаторы законопроекта разъяснили, что изменения не касаются отправителей и получателей платежей, а касаются, собственно, организации и служб финансового мониторинга. Давайте послушаем. Служба финансового мониторинга в данном случае будет осуществлять как раз мониторинг этих операций. Ну и если она увидит, исходя из критериев, которые разработаны на международном уровне, что такая операция может вызывать сомнения, либо она направлена на лицо, уже находящееся в реестре, как потенциальный террорист и так далее, то она, конечно, может предпринять какие-то действия для того, чтобы предотвратить финансирование такого лица. А вот при сделках с недвижимостью, возможно, в будущем отчитываться станут не банки, а, собственно, риэлторы. Я подчеркну, это пока только закон творческой инициативы. Такова была повестка заседания сегодня на охотном ряду. Коллеги. Да, но благодарю за подробный рассказ. Напомню, на прямой связи с Государственной Думой была моя коллега Анна Балдина.